Привет, зрители! Я решила сегодня снимать на кухне и на маленькую камеру, но от этого она хуже не становится. Короче, сейчас у меня сначала будет обзор парфюмов на май, сегодня у нас 30 апреля, и как-то так вот получается, что я в последний день апреля снимаю только еще. У меня тут Каори Юдзу от Фаберлик, от моей бывшей подружайки. Они усиленно у меня юзаются, я их иногда прыскаю чисто в комнате, чтобы приятно пахло, иногда, чтобы шмотка какая-то приятно пахла, но по большей части я их прыскаю, когда на выход на улицу, вот Юдзу. У меня тут они, я думала, закончатся, но что-то как-то совсем чуть-чуть осталось, какой-то ноу-нейм русская фирма Мона аромат, цветок сиреней. Уж скоро сирень, наверное, сама распустится. Я снимаю сейчас без экранов, потому что один у меня разряженный, а другой, ну, как-то вот другой занят другим. И поэтому, ну, только ориентируюсь. У меня рядом еще ноутбук стоит, который монтирует один обзор, и вообще тут целая баррикада уходовой косметики на следующий ролик. Распаковку от посылочки, от люлечки я уже выложила на канал. Поэтому, как бы, вот, ты, наверное, уже видел, мог ознакомиться. Это у нас, как раз от люлечки Эйвон, сенс микс спарки цитрус. Очень вкусный такой, нежный аромат. Он у меня перекликается вот с этим Каори Юдзу от Фаберлик. Такой свеженький, зелененький, на весну, на лето, на тепло. Очень вкусный такой. Я уже его немножко поюзала, хотя обратно одела ему вот эту... А, я ее одела вообще сюда. Поэтому, как бы, ну, можно ее вообще уже снять. Толку от нее уже, конечно, нет, потому что эта штучка свободная. Так, а еще у меня тут три штучки спрейчика, тоже от Эйвон, тоже от люлечки. И я решила, что они у меня тоже будут юзаться, потому что я их уже немножко пользую. Вот этот у меня стоит на кухне. Просто иногда вот так прыскнуть на себя или на кухне, чтобы было вкусно пахло. Лемонграсс и кокос. Вот прямо до кухни как раз такой кокос. Вкусненький аромат с экстрактом лемонграсса и масла ши. Ну, как бы, прыскаю и в воздухе, и на себя. Спасибо, Лелечки. Очень классная штучка. Этот я тоже уже с удовольствием пользую, когда на себя, на волосы. Когда это, вот, просто в аромат, чтобы в воздухе летал. Это тоже Эйвон Сенсос, имбирный пряник, лосьон спрейрей для тела с ароматом имбирного пряника, освежающий. Вот было слышно, как у меня сохранилось все обзор второго подарка от Тонечки Бьюти Коробочка с Бьюти Патчами. Короче, в общем, я как-то лосьон Эйвон всегда использовала как такие ароматические спреи для тела. Ну, именно, как духи такие легкие. А вот это я использовала как лосьон для тела на днях. Но именно, чтобы и освежиться, и вкусно пахло, и как духи тоже. Это тоже Эйвон, тоже от Лелечки. Эйвон Нэтчерлс. Волшебные единороги с клубничным ароматом. Детский парфюмированный спрей для тела. Ну, и чё, что детский? Он очень вкусно пахнет клубникой. И вообще, спасибо, Лелечка. И у меня тут большая часть парфюма от Лелечки. Но это вот все мои парфюмы на май будут. Вот эти, возможно, они такие более зимние, сладкие. Особенно этот. Но он тоже очень мне понравился. И вот, когда тепло. Они мне очень нравятся. Вот такие у меня парфюмы на май. Всем спасибо, кто осилил до конца. Если решите поддержать канал каким-либо способом финансовым, либо присылать что-то на обзор, то есть и ссылки в инфобоксе. Ну, и здесь где-то будет облачко. Всем пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!